Несмотря на потепление, вопрос об открытии отопительного сезона никто с повестки дня не снимал. Ночные температуры по-прежнему низкие, а это значит, что все объекты должны быть подключены к теплу. Почему это сделано не везде, обсуждали сегодня на еженедельном совещании. Решение о подключении тепла принимают местные администрации. В Чебоксарском, Козловском, Канажском и Ядринском районах отапливается большинство объектов. Готовность оценивается почти в 100%. В Порецком меньше половины. Критичная ситуация в Шумерле. Там всего 7%. Они экономят на газе, как говорят. Ну как экономят? Люди же платят деньги. Понимаете, нет? Мы бесплатно никому тепло не даем. Все люди платят. Если люди готовы, тепло надо давать. Если люди не готовы еще платить по каким-то квартирным жилым домам, говорят, нам тепло не надо, мы пока еще поживем, соответственно, то это другой вопрос. Здесь на контроль держим. По Шумерле обещают к среде уже подать, когда похолодание будет у нас. Нет тепла в Хадарской школе Шумерленского района и в больницах Порецкого и Марпасадского районов. Как отметила министр здравоохранения, в этих лечебницах отопление включат сегодня. В республике не отапливаются 19 детских садов. В Шумерле, Чебоксарском районе, Марпасаде, Порецком, Цивильске и Козловке. Как раз в тех районах, которые сегодня озвучали, у нас отмечается рост. Это вот от 40% до 80%. По данным госжилинспекции Чуваши, тепло есть 86% жилых домов. В столице республики без отопления пока остаются одна спортивная школа, один социальный объект и 26 домов. Почти половина ремонтируется, другая половина сами отказались подключать отопление. Как только температура понизится на улице, она сразу же повысится в домах, заверил глава администрации столицы Алексей Ладыков. Еще одна тема еженедельного совещания – обеспечение жильем социальных групп населения. В республику поступили почти 3 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий 5000 семей. На обеспечение жильем молодых семей, а также молодых специалистов на селе предусмотрено средства в размере 386,7 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета 189,1 миллиона рублей, республиканского бюджета 147,4 миллиона рублей, в местные бюджеты 50,2 миллиона рублей, за счет которых планируется оказать государственную поддержку 597 молодым семьям. 155 миллионов рублей направлены на улучшение условий жилья 137 ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, за счет этих средств планируется предоставить квартиры 139 детям-сиротам и 31 многодетной семье. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.